ну что сегодня рыбачим ребята клёва как такового нету я уже разжег мангал дрова немного прогорели ну и планирует делать плов сейчас будем пробовать взял вот такой небольшой казан ну какой был дома взял кусочек мяса по забедренной части около килограмма где-то две морковки и луковицы к сожалению забыл чеснок будем пробовать стандартные приправы для плова и рис пропаренный начинаем и и и и и и и что дорогие друзья льем масло даем ему нагреться ну и конечно мясо все жарим его до золотистой корочки и потом добавляем морковочку ну что ребят колечками нарезаем морковочку а потом резать будем более мелко и и но слишком мелко не надо потому что будет не то пальто такими копеечками ну а теперь ребята колечки нарезаем соломочкой вот таким макаром не слишком мелко но и не слишком крупно чтобы это можно было кушать ну и так далее ребят ребята не забываем помешивать мясо чтоб она не горела на одном месте вот такое красивое получается подготавливаем морковку лучок потом это все вместе будем уже посмотрите какое мясо красивое становится пока еще не зажареное но все равно работаем работаем дальше продолжаем соломкой ну и лучок мелко полукольцами как это бывает а мелко потому что он должен он должен не виден здесь боя но присутствует ребят не забываем две луковицы не крупные режем тоже мелко так раз давать на чтоб может был потоньше ну и вот на такие меленькие ну что дорогие друзья кидаем морковочку лучок сюда на мясо мясо посмотрите золотистое то есть оно пожарилось хорошо все это скидываем сюда перемешиваем тщательно обжариваем до золотистой корочки если надо еще добавляем маслица друзья вот так до золотистой корочки жарим пока воду еще не добавляем все это почти готово сейчас будем заливать водичкой заливаем водичкой и даем чуть-чуть потомиться пустить сок даем покипеть добавляем соли добавляем сольки достаточно даем чуть-чуть дойти до сочности вот такая штука добавляем приправу для плова подойдите посмотрите какой получился у нас зирвачок добавляем приправку добавляем рис будем заливать водичкой так рис заливаем ребята на пальчик примерно вышел выше стоп пальцем палец примерно на палец добавляем вот так перемешиваем все все и закрываем крышечкой пускай набухает и ждем все ждем плова товарища друзья ну и последний штрих добавляем изюм изюм кто конечно не любит изюм тот не добавляет я добавляю перемешиваем дает легкую слабость такую сладость точнее неправильно сказал что жар большой и закрываем крышечкой потом формируем еще немножко ну что дорогие друзья плов почти готов еще чуть-чуть и будем кушать вот так это выглядит такая красота получилась сейчас жена нарезает огурчики помидорчики будем кушать вкуснота накладываем вкусняшечку вот такая красотища на природе просто бомба сынок кушайте украины сейчас よね цен можно сделать это сделать клас они я с ни